Здравствуйте! В эфире новости Тагил-ТВ в студии Анна Кизилова. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Работа кипит. В Нижнем Тагиле продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Планы предстоящего развития. Глава города Владислав Пинаев провел встречу с руководителями сельских территориальных администраций муниципалитета. Выцедят более 260 тысяч растений. В Нижнем Тагиле продолжаются работы по цветочному оформлению общественных пространств. Активность жителей помогает развитию города. Две общественные территории претендуют на благоустройство в 2024 году. В заявку на федеральное финансирование включены победитель состоявшегося голосования, площадь перед машиностроительным техникумом и занявшая второе место общественная территория по проспекту строителей. Такое решение приняла общественная комиссия по обеспечению и реализации муниципальной программы формирования современной городской среды. По уточненным данным, во всероссийском голосовании приняли участие 92 472 тагильчанина. Это не только рекордный результат для Нижнего Тагила, но и среди муниципалитетов региона. Напомним, что благоустраиваться будет и бульвар на Ленинградском проспекте. Работы на нем начались в 2022-м и разбиты на три года. Всего за период реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в городе отремонтированы и построены 14 парков, скверов и зон отдыха. В Нижнем Тагиле продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Среди объектов этого года участки на улице Тагилстроевская и Чельноисточинском шоссе. Глава города Владислав Пинаев проконтролировал, какие объемы работ уже выполнили подрядные организации. С подробностями Олеся Культикова. Полным ходом идут ремонтные работы сети дорог на Тагилстроевской. Улицы расположены в центре гальяна Горбуновского массива. Этот объект – участник национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в текущем году. Связку нескольких проездов приводит в порядок компания ООО «УБТ-сервис». Уже выполнено порядка 60% работ. В настоящий момент полным ходом идут работы. У нас по устройству дорожной одежды, на проездах тротуаров, бортовых камней. Ежедневно на объекте задействовано порядка 10 единиц техники, 15 человек рабочих. Особенность работ в том, что на отрезке между парком Побед и Черноисточинским шоссе объединяются два национальных проекта. Параллельно ремонту дороги ведется благоустройство общественной территории. Одной из победительниц интернет-голосования в прошлом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». У нас два объекта совмещены. Это, в принципе, такое пожелание федеральных властей специально, чтобы совмещать два проекта, чтобы он смотрелся более масштабно. То есть здесь как раз у нас развитие комфортной городской среды. Это продолжение бульвара на Парке Победы. И рядом эта улица, которую делаем, Дагустроевская, в рамках безопасных качественных дорог, это тоже федеральный проект, национальный проект. И, в общем-то, у нас вот это место на Гальянке, оно приобретает уже совсем другой вид. Помимо улицы Тагилстроевской на Гальянке, в этом году дорожное полотно меняют и на Черноисточинском шоссе. Работы ведет субподрядчик ООО «Капиталстрой» от улицы Кирова по четной стороне до автосалонов. Остальной участок шоссе планируется отремонтировать в следующем году. В 2023-м в рамках нацпроекта «БКД» дорожные работы развернулись также на улице Фрунзе и проспекте Мира. В прошлом году отремонтирован его первый участок от Горошникова до Ленина. В этом городские власти намерены привести в порядок участок от Ленина до улицы Победы. В течение шести лет до 2024 года проведут комплексные ремонты 131-й автодороги общей протяженностью немногим более 200 километров. Глава города Владислав Пинаев провел встречу с руководителями сельских территориальных администраций муниципалитета. На ней обсуждались вопросы их развития, планы предстоящих мероприятий. О состоявшемся обсуждении Алексей Алексеев. Нового начальника управления экономики и территориального развития администрации города Юлию Неволину представил Владислав Пинаев на встрече с руководителями сельских территориальных администраций, которая состоялась в поселке Чащино. В первую очередь во взаимодействии с ней им придется решать все возникающие вопросы. Совместная работа в данном направлении ведется. У нас были осуществлены объезды по сельским территориям. Сформированы на сегодня перечни самых таких насущных проблем. Часть из этих проблем уже проговорили с горхозяйством. И на этот год уже что-то даже взяли в реализацию, будем стараться сделать. Так, в Чащино необходимо заняться дорогой, организовать движение школьного автобуса, установить контейнерную площадку для мусора, завести песок на детскую площадку. В Студеном и Уральце произвести упрочнение мостов. Кроме того, в Уральце предстоит обратить внимание на ситуацию с водоснабжением и предпринять шаги для создания музея. Требует вмешательства состояние муниципального жилья в Антоновском и ограждения Мемориала Победы в Елизаветинском. Проблемных вопросов достаточно, большое количество. На селе их, наверное, не меньше, чем в городе. Но, как правило, получается так, что городу мы уделяем больше внимания, больше внимания, нежели селу. И все в раз, наверное, не взять и не отремонтировать и не сделать. Наверное, это не хватит ни средств, ни возможностей финансовых. Поэтому, но должно что-то постоянно делаться, что-то происходить. Село не должно быть забыто. Отдельно глава города поблагодарил глав территориальных администраций за участие в деятельности по профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях особого противопожарного режима. В частности, проведение рейдов, работа добровольных тружин позволяют избегать серьезных последствий. Более 267 тысяч цветов в этом году высадят в парках, скверах и на улицах города. Над обранством трудятся садовники Службы экологической безопасности. В теплице горзеленхоза они вырастили 86 тысяч саженцев. Вдвое больше город приобретет у сторонней организации. Любимые цветы Натальи Пешковой – хризантемы и астры. Но в городской палитре они практически не используются. Вчера и сегодня она с коллегами высаживает на клумбы на площади танкостроителей другие, сложноцветные. Была бы погода, это было бы вообще на раз-два. Ну вот земелька сырая – это хорошо или плохо? Ну для цветочков хорошо, а для нас это не очень. Потому что все в грязи, все липнет, все как бы не очень комфортно. Тем не менее, накануне и сегодня высадили более 5,5 тысяч цветов. Две большие клумбы, что украшают площадь танкостроителей. Они здесь очень удачно расположены, отмечают специалисты озеленителей. От парка тени влажность и от проезжей части достаточно далеко. Пыль и выбросы не осядут. В этом году были выбраны агератумы Холстона, сальвия и ценерария. То есть растения по высоте от 30 до 40 сантиметров. В принципе, если смотреть по архитектурному и дизайну города, их видно будет с дальних точек. То есть они высокие, их видно. Плюсом расцветка яркая, они сразу бросаются в глаза. Плюсом у нас получилась патриотичная расцветка, белый, синий, красный. Все растения однолетние засаживаются достаточно плотно, цветочек к цветочку. В этом году высадку на городских улицах начали раньше обычного, поскольку погода благоприятствовала. У нас порядка 31 объекта по городу находится. Из них вот самые крупные – это береговая ударная на гальянке. Потом стела привокзальная, площадь. Если проедете, там у нас бархатцы сидят по обе стороны от стелы. Потом скверу магазина «Восток». В прошлом сейчас это «Магнит» на улице Заводская. И в «Азонов» у нас большое количество. На «Вагонке», на «Тагилстрое», в центре города, на «Красном камне». С начала сезона по всему городу высажено порядка 25 тысяч цветов. Завтра садовники будут высаживать цветы также в Дзержинском районе на Кургане Паники. Зеленая чума в местной заводе. Эйхорнию, которую так называют в южных странах, а вместе с ней пистью, запустили в прудок осветлитель ЕвразНТМК. Эти природные фильтры будут очищать техническую воду, используемую в производстве. Часть растений для комбината выращивают воспитанники городской станции юных натуралистов. Эйхорнию и пистью отправили на масштабную экологическую работу. Растения будут очищать техническую воду от вредных примесей. В экологической акции участие приняли амбассадор соревнований по футболу среди спортсменов с инвалидностью, экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, бронзовый призер чемпионата Европы Дмитрий Сычев, двукратный чемпион Олимпийских игр Павел Дацук, вице-президент Евраза, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, глава города Владислав Пинаев. Эйхорния и пистья – настоящая биохимическая лаборатория, которая перерабатывает сложные продукты в простые элементы. Эйхорния в переводе с латыни – водный гиацинт. В южных странах ее называют «зеленой чумой». Благодаря солнцу она быстро и густо разрастается на поверхности воды и мешает ходить судам, ловить рыбу. Но в уральском климате она не так активно цветет, а по гастрономическим пристрастиям подходит производственным водным отстойникам. Эйхорния, как и пистья, поглощает химикаты, потом разлагается и оседает на дно водоема и убирается при чистке прутка, не нанося вред экосистеме. Часть растений закупает ЕвросНТМК, часть выращивают дети на станции юных натуралистов. Весь наш кружок, вся наша группа занималась этим растением. Мы, получается, его выращивали, очистили за ним аквариум. Все учились, развивались, как за ним ухаживать. Также мы с Баженовым Виталием взяли это растение для нашей исследовательской работы. Мы, получается, изучаем его эффективность для очистки биологической воды. Мы работаем на приборе спектрофотометрии. И, получается, при помощи этого растения мы изучаем вообще возможность биологической очистки воды. Так называемые природные фильтры водоемов Нижнетагерский комбинат используют на прутках-осветлителях более 10 лет. За период с 2020 по 2022 год сброс загрязняющих веществ в водные объекты в год всех выпусков НТМК уменьшились по 1100 тонн. И это очень хороший эффект. По ряду веществ концентрация снизилась на 30-40-50%. Взвешенные вещества, мараганец, оксида алюминия. В общем, целый комплекс веществ, по которым удалось существенно кардинальным образом снизить компонентрацию, альминия. Евросанта МК ежегодно направляет около 10 миллионов рублей на проекты расширения биоразнообразия на водоемах города. В Тагильский пруд вот недавно выпустили более тысячи белых толстолобиков. Они, как и водоросли, считаются водными санитарами. Осенью же выпустят еще несколько тысяч мальков сазана. Соседи бывают тихие, шумные и даже незаметные. Но есть и такие, которые могут создавать реальные проблемы. На Лебяшке в одной из многоэтажек микрорайона развернулись словесные баталии между жильцами. Один из них утверждает о пожароопасной обстановке в общем коридоре подъезда. На его жалобы приезжала полиция. Накануне, по его заявлению, с проверкой пришли сотрудники пожарного надзора. Житель девятиэтажки на «Космонавтов-6» Валерий Климов серьезно беспокоен за свое здоровье. По словам мужчины, виной тому его сосед по лестничной клетке. Он создает пожароопасную ситуацию. В общем коридоре стоит холодильник с неисправной проводкой, а бывает и канистры с бензином. Если это все взорвется в один момент нехороший, то пострадаю не только я, пострадает весь дом. Он сложится, он панельный. И тогда пожназор скажет, а мы им делали предписание, мы предупреждали. Валерий Викторович обеспокоен не только возможным ЧП с возгоранием, но и по меньшей мере опасностью испарения бензина. Общая дверь в квартиры соседей закрыта и, по словам мужчины, препятствует проветриванию коридора. Я считаю, что если дойдет до суда, то этой двери тоже здесь не будет. Хотя пожназор заявил, что эта дверь якобы здесь. Она мешает притоку воздуха. Я как осматик, я дважды попадал за них и за Беловым в больницу. Проверить обоснованный жалоб прибыли сотрудники МЧС. Они осмотрели общий коридор и попытались пообщаться с соседом Валерия Викторовича, Сергеем Беловым. Но того, к сожалению, не оказалось дома. Пообщались с гражданином Климовым Валерием Викторовичем, а гражданина Белова Сергея Валерьевича застать дома мы не смогли. Поэтому дальнейшее наше действие будет заключаться в том, что мы будем устанавливать личность гражданина из квартиры 15, будем с ним связываться. Такие конфликты между соседями не редкость. В большинстве случаев они решаемы на месте в ходе взаимного диалога или обращения в управляющую компанию. В случае реальной угрозы пожароопасной ситуации нужно обращаться в государственную противопожарную службу, в отдел надзора. У нас очень активно работают патрульно-контрольные группы, которые выявляют использование гражданами открытого огня, захламленность территории, составляются протоколы, и затем на административных комиссиях это рассматривается. За подъезды у нас отвечают управляющие компании, поэтому все захламленности они должны у себя собирать, как бы инструктировать жителей этого дома, для того, чтобы не создавать захламленность территории. Чем завершится этот конфликт с соседей, предсказать не беремся. В целом ситуация по утверждению сотрудников госпожнадзора не критична. Канистры с бензином не обнаружены, и холодильник, к слову, тоже не вызвал вопросов. 30 регионов страны, порядка полутора тысячи участников. В Нижнем Тагиле взял старт первый этап всероссийских соревнований по футболу среди спортсменов с инвалидностью «Стальная воля» после торжественного открытия в Металлург-форуме галломатчем с участием звезд отечественного спорта. На поле галломатч, предваряющий три дня больших соревнований. Команда генерального партнера «Стальной воли» Евраза в оранжевой форме. За нее играют руководители подразделений компании. В другой команде звезды отечественного спорта. Пятерка усилена главой города. Победу в зрелищной игре одержала команда Евраза со счетом 5-2. Евраза благодарен, несмотря на то, что они нас сегодня хлопнули. Это отдельный разговор. Мне не нужно там серьезно относиться. Я, блин, до Цука, представляете, блин, олимпийский чемпион, двукратный. И оказывается, он владеет мячом. Я подошел к нему и говорю, Паша, блин, ты на шайбу смотрел, а на футбольный мяч не смотришь, на футбольный мяч. Как так? То есть человек настолько, блин, игровое мышление он хороший. Сычев был, там, Дима, очень хороший футболист. Не больше, не меньше бронзовый призер чемпионата Европы. А эти, блин, один возглавляет какой-то департамент, третий, блин, дивизион какой-то, там, еще, блин, все рабочие. Вот, и взяли нас, и выиграли. Вообще Евраз поддерживает соревнования среди спортсменов с инвалидностью «Стальная воля». Второй год. Компания организовала комфортные условия проживания для участников, организовала трансфер к месту соревнований. Обустроены пять спортивных площадок для адаптивного футбола. Матчи в этом году пройдут в Металлург-форуме, спортивном комплексе «Президентский», на поле школ номер 64, на стадионах «Уралец» и «Высокогорец». Для болельщиков вход свободный. Для них же организовали автобусы. В прошлом году у нас было 360 участников. В этом году почти 500, около 500 человек. В прошлом году у нас было 5 на залоге, в этом 6 на залоге. В прошлом году у нас было 4 площадки, в этом 5 площадок. В прошлом году у нас вы увидели, сколько было зрителей. В этом году зрителей гораздо больше, даже больше, чем на нашей любимой «Уралочке». То есть, внимание к турниру колоссальное. Данная категория ребят, она, как никто другой, нуждается в поддержке. И вот для них вот этот турнир, наверное, даже в большей степени, чем для нас. Это для них, не знаю, отдушина. Это для них возможность самореализоваться. Это для них возможность посоревноваться и победить, и утвердиться в этой жизни дополнительно. Это, мне кажется, дорогого стоит. И, наверное, наша задача вот и с Евразом, и с Денисом Анатольевичем, и с Российским футбольным союзом максимально вот эту тему продвигать дальше. В этом году в фестивале участвуют представители пяти федераций спорта – мужчины и женщины и юноши с 15 до 18 лет – с церебральным параличом, ампутацией, с трансплантантами, интеллектуальными нарушениями и нарушениями зрения. Они приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханска, Новосибирской областей, Дагестана, Башкортостана – всего из 30 регионов страны. Этот спорт вообще недавно только развивается, поэтому это очень значимое событие. Соревнования проходят все чаще и чаще, и все больше спортсменов принимают участие, поэтому это очень здорово. Конечно, мы приехали за победой, за красивой игрой, в полон электроколяска. Мы на этот раз подготовились по полной программе, потому что это спорт, это адаптация, цивилизация. И мы готовы сражаться до конца. Петербургский клуб «Паралимпик» – фаворит соревнований. Он представляет сильнейших участников стальной воли, ведь мини-футбол на электроколясках, к примеру, начал свое развитие именно в северной столице. Но впереди еще два насыщенных соревновательных дня и сюрпризы на поле вполне возможны. Об итогах пожароопасного мая и профилактических мероприятиях, которые продолжаются, несмотря на изменения в погоде. Разговор в программе «Факты в лицах». Горь в студии – начальник отдела гражданской защиты населения администрации города Андрей Мишин. Не переключайтесь.